Я военнослужащий Российской Федерации, участник спецоперации на Украине. Я как гражданин Российской Федерации предоставляю полномочия верховному командующему Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за изменение Конституции первой войны. Я полностью поддерживал своего президента Владимира Владимировича и сделал свой шаг, вступил в добровольческий батальон ради изменения, улучшения и качества жизни Российской Федерации. Я считаю, это наш долг, общий долг. Это общий долг всех мусульман, православных, буддистов. У нас межконференциональное государство, у нас более свободное государство. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Ворончихин Сергей. Я участник специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР. Передаю привет городу Челябинск. И предоставляю полномочия верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Владимировичу Путину для внесения изменений в первую главу Конституции Российской Федерации. Я Греб Сергей Владимирович, участник специальной военной операции на Украине. Предоставляю Владимиру Владимировичу Путину полномочия на изменения первой главной Конституции. С чем это связано? С тем, что я неприемлемый национализм как явление, нацизм тем более. И меня немножко корежит в том состоянии дел конституционных поля, которые сейчас творятся. Когда доступ для всех у себя есть в неограниченном масштабе. Ну, это не есть хорошо. День добрый. Привет, Челябинску. Меня зовут Зубков Андрей Александрович. Я участник спецоперации на Украине. Предоставляю полномочия в изменение главы первой статьи 15 нашей Конституции Владимира Владимировича Путина, нашему верховному главнокомандующему. Меня зовут В ALIC Yochio, я являюсь военным главном Rico pour voi, я в участник специальной военной операции на территории ЛНР. Предоставляю полномочия к верховному главнокомандующему Российской Федерации ШТУ о изменениях в первого года В直кусской Федерации. Я Мызгин Дмитрий Константинович. Являюсь участником специальной операции на территории ЛНР ДНР. Передаю МИАСу привет и хочу дать согласие нашему президенту, нашему главному командующему Владимиру Дмитриевичу Путину на поправку первых главных институций. Мы за. Мы все вместе. Уважаемые зрители, ресурсы национально-освободительного движения постоянно блокируют на иностранных площадках, такие как YouTube, поэтому призываем подписываться на условно-российские социальные сети, такие как Яндекс.Зен, Телеграм, Рутуб, ВКонтакте и Одноклассники. И также призываю всех делиться этим видео, чтобы как можно больше людей его посмотрело и включилось в национально-освободительную борьбу.